Всем привет! Обзор смартфона ZTE Blade A34 стоимостью примерно 80 долларов. Ультрабюджетный смартфон, самый дешевый из новинок от ZTE, которые вышли недавно. Давайте смотреть, что из себя это устройство представляет. Ну, тут, видимо, такая бюджетная коробочка, все тут просто так нафасовано. В нее в комплектации обнаружен чехол, Type-C кабель и адаптер для зарядки без быстрой зарядки. То есть, самый обычный, на 5 Вт. Хорошо. Вот, у нас 6,6 дюйма HD+, дисплей. 8-ми ядерный процессор, 5000 мАч батарейка и 64 гигабайта встроенной памяти. Это версия 4.64. Разблокируем устройство. Видим большие рамки, большой подбородок, вырез капелькой. Справа кнопка включения кнопки регулировки громкости. Слева слот, снизу Type-C порт, динамик, микрофон и порт для наушников. Разблокировали еще раз. Настройки. У телефона у нас MyOS 13, Android 13. То есть, на старом Android устройство, как и все новинки ZTE, то есть, я так понимаю, они там тоже под какими-то санкциями, не получают новые обновления. Процессор AC98-63A. Ну, результаты тут не особо. Понятно, самое-самое минимальное базовое железо устройство. Смартфон работает, мы можем позвонить, открывать какие-то приложения. Медленно работает, долго думает, немножко подтупливает, но работает. То есть, за эти деньги, ну, как-то даже критиковать это устройство нет смысла. То есть, просто бюджетный смартфон, который запускает приложение. Есть у него камера, можно что-то сфотографировать, подключиться к каким-то сервисам. Вот. В общем, если вам нужен какой-то минимальный набор требований от смартфона, то смысл вам, да, переплачивать. Платить в 2, там, в 3, то и в 10 раз больше, если можете купить просто самое дешевое устройство. То есть, это вот, там, Galaxy S24 в 10 раз дороже, чем ZTE Blade A34. Так, 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 еще Antutu, да. Покажу результаты теста. Поржиму балл на нем, кстати, тоже запускается. Понятно, работает на минимальных настройках, но запускается, и мы можем поиграть в эту игру. Вот. То есть, я уже запускал, игровой процесс на нем пошел. То есть, понятно, как бы, особо не играл, но игровой процесс запускается. Долго все будет запускаться, но, в общем, окей. Вот, камера тут 8 мегапикселей, основная камера вспышка одинарная, то есть, она тут просто есть, и это уже хорошо. Вот, видим, долго все думает, загружается, может снять панораму, может снять видео, таймлапс, и даже есть фокус. То есть, на таких устройствах иногда автофокуса нет. В общем, такой вот, самый дешевый, один из самых дешевых мобильных телефонов, смартфонов, которого сейчас можно купить, 4,64, нормально, приятный цвет, такой вот зеленый, 5000 мм, опять сейчас батарейка, батарейку будет держать нормально. В общем, если вам не нужно ничего от устройства, только там заходить в интернет, в какие-то приложения, там какая-то более-менее минимальная камера, то можем, да, ни за что не переплачивать, просто купить вот такой вот дешевый, меньше 100 долларов, до 80, 70, 80 долларов смартфон. На этом все, спасибо за просмотр.